Всем привет! Как я и обещал, обзор проведет один Влад, а я вернусь только в самом конце, чтобы разобрать эти наушники, показать, как они устроены внутри и подарить вам вот эти HyperX Cloud Silver. В конце ролика мы разыграем для вас эти наушники. Условия, как всегда, будут максимально простые, ну а мы начинаем. Погнали! Сегодня мы будем рассматривать новинку от HyperX и это беспроводные наушники с Bluetooth подключением. Вот так вот они выглядят. Это совершенно новые наушники и они принципиально отличаются от всех остальных клоудов. Во-первых, в них как минимум есть поддержка Hi-Res звучания. Во-вторых, эти наушники с подключением по Bluetooth и в таком режиме они могут работать порядка 20 часов беспрерывно. Итак, снимаем внешний короб и первое, что нас встречает, это макулатура от HyperX. Здесь у нас инструкция по наушникам, где что, как работает, что находится в комплекте. Давайте посмотрим это все подробнее. Итак, также здесь у нас благодарственное письмо о том, что мы в HyperX Family и еще одна благодарственная макулатура. Это все откладываем. Давайте посмотрим непосредственно, что внутри. Итак, первое, что нас встречает, это наушники. Так они выглядят, но о них мы поговорим подробнее чуть-чуть попозже. Естественно, микрофон. Микрофон у нас съемный, о нем тоже мы поговорим отдельно. Так, вот такой вот пластиковый короб. Кстати, плюс этого пластикового короба в том, что даже если коробка внешне повреждена, внутри наушники никоим образом повредиться не смогут. Дальше у нас вот такая вот коробочка HyperX. Итак, тут у нас, естественно, провода для подключения и вот такой вот симпатичный чехол HyperX. Чехол достаточно плотный, он гибкий и из такого приятного нейлонового материала. То есть это чехол для переноски. Кстати, забегая вперед, это очень удобная вещь, особенно учитывая, что наушники беспроводные, потому что им реально приходится пользоваться, в отличие от чехлов, которые кладут в проводные уши. Здесь достаточно богатый набор проводов. Первый провод, это провод с одним коннектором для наушников. Он помечен серым и, кстати, очень внимательно нужно относиться к тому, что его нужно подключать достаточно плотно. С другой стороны у нас 4-пиновый джек. Этот джек нужен для подключения к устройствам с комбинированным входом, то есть это планшет, геймпады, ноутбуки, все устройства, где у нас только одно гнездо. Будет работать и микрофон, и наушники. Также, что немаловажно, здесь находится такой пульт, он достаточно плотный, достаточно крепкий, не люфтит, то есть у него не люфтит само колесико громкости, оно достаточно хорошо катается, я не думаю, что он будет ломаться, очень действительно прочно сделан. И также включение-выключение микрофона. Удобная функция, когда ты подключаешься, чтобы лишний раз не лазить, не нажимать никакие элементы, все висит достаточно близко, достаточно удобно. Сам по себе провод находится в оплетке, нету такого, чтобы провод был жесткий, чтобы он тянул, он легкий и гибкий. Я бы сказал, что это один из самых удачных проводов, на мой взгляд. Даже несмотря на то, что он тонкий и выглядит липко, в использовании он неубиваемый. Второй провод у нас переходник от одного джека на два джека. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы подключить к наушнике, к компьютеру, где находятся два отдельных гнезда. Один на микрофон, один на наушнике. Таким образом, длина одного и второго провода составляет более двух метров. То есть у нас один короткий для подключения мобильных устройств, и переходник, с которым общая длина получается более двух метров для подключения к компьютеру, который находится даже на достаточно удаленном расстоянии. Давайте теперь поговорим о внешнем виде. В первую очередь мы сделаем самое кайфовое, что можно сделать с новыми наушниками. Это снимем вот эти вот пленочки. Первое, что может показаться, то, что эти наушники абсолютно идентичны с Cloud Silver, Cloud Core, либо же с Cloud Alpha. На самом деле это не так, стоит просто взглянуть в сравнение. Вот так вот у нас выглядит Alpha. Вот так вот у нас выглядит Cloud Mix. Первое, что мы можем заметить, это то, что кардинально отличается чаша. Во-первых, она более компактная. Она не так громоздко выглядит, как вот наушники на пилоте. И она достаточно, я бы сказал, симпатичная. Cloud Mix в этом плане заметно выигрывает. Второе отличие – это кардинально разное оголовье. То есть, если в Valve оно достаточно широкое, то в Mix оно суженное, но при этом само по себе толще и по ощущениям даже мягче. Скорее всего, это сделано как раз для того, чтобы в этих наушниках можно было долгое время проходить на улице и не было никакого дискомфорта. Далее, по самой чаше конструктивно она осталась точно такой же. То есть, это металлическая вставка, монтированная с этой части. Это у нас soft-touch пластик по контуру и металлическое крепление оголовья. В том числе, само по себе оголовье полностью металлическое и достаточно упругое. Эти наушники, по сути, просто неубиваемые. Посмотрите, как они гнутся. Еще с самой первой версии им абсолютно все равно, на какую голову их одевать, как их растягивать. И хоть в стенку кидайте им абсолютно все равно. Давайте теперь поговорим отдельно про оголовье. Оголовье у нас стало уже, однако это вообще никак не влияет на то, как комфортно они носятся. То есть, оно сидит вообще воздушно. Ты их абсолютно не ощущаешь, сколько бы ты ни ходил. Я тестировал их в метро на улице дома, без остановки сидел абсолютно везде. И я забывал, что я ношу эти наушники на голове. Сама по себе чаша. Здесь у нас кожзамовый амбушюр. Вот таким вот образом он выглядит. Амбушюр стал чуть поменьше. Однако он до сих пор вмещает отличное ухо. Он овальный, удобный. На мой взгляд, это лучше, чем тканевый амбушюр. Потому что, во-первых, у него лучше шумоизоляция, что крайне важно при гейминге и даже если просто ходить по улице. Во-вторых, он более долговечный. Он сделан не из дешевого кожзама. Он достаточно качественный. Он не будет рассыпаться в труху или расслаиваться. Помимо этого, его очень удобно чистить. Он не сбивается порами, не сохраняет никакие запахи. Он выполнен с эффектом памяти. То есть, вот, можете посмотреть, какой он достаточно мягкий. На мой взгляд, он даже более приятный, чем у Альфа. Хотя из коробки чуть более жесткий, более плотный. Теперь непосредственно про сами чаши. Что в них изменилось конструктивно? Первое, что вы можете заметить, на них появились инструменты управления. Это очень круто, очень удобно, потому что я лично привык управлять наушниками с чаши. Потому что не нужно тянуться ни за каким проводом, искать его. Интуитивно ты привыкаешь к этому достаточно просто буквально за неделю. Зато потом ты уже можешь регулировать и громкость. Здесь у нас кнопки включения громкости вниз-вверх. Отдельно стоит сказать про то, что в режиме Bluetooth они работают отдельно от основной кнопки переключения громкости в телефоне. То есть можно отдельно сделать громкость на максимум в телефоне и отрегулировать на наушниках. Помимо этого, кнопки очень чувствительные. У них не такие большие отсечки, как мы привыкли. Что ты не можешь попасть, сделать громче или тише, так чтобы музыка играла шикарно. Здесь ты можешь достаточно точно настроить. И есть звуковой индикатор, когда ты вышел за пределы громкости. Также здесь находится LED-дисплей, который показывает у нас уровень заряда и то, что наушники подключены. И кнопка включения-выключения, она же кнопка сопряжения. То есть если мы включаем ее в штатном режиме, как обычно, она просто сопряжается с тем устройством, с которым работала в последний раз. С другой стороны, нас встречает разъем для подключения наушников в проводном режиме. Также разъем для подключения микрофона. Кстати, нужно сказать, что он нестандартный и сюда подойдет не каждый микрофон сторонний с обычным джеком. То есть вот у него такого плана разъем. Видите, он достаточно необычный по форм-фактору. Итак, теперь у нас запись на внешний микрофон. Сейчас вы слышите, запись идет на него. Звучит он, на мой взгляд, лучше, чем в предыдущих моделях. И давайте, собственно, потайпаем на низкой громкости. И на хардкорной громкости. А вот так вот вы будете слышать, если игрока будет звать мама на кухню или еще куда-нибудь, да. Иди есть. Хватит играть, уже три часа играешь. Иди кушать. Иди кушать. Это пообщаться, записать голосовое сообщение. Вы всегда могли воспользоваться ним. Теперь вы слышите запись на внешний микрофон. Он всенаправленный. Он записывает абсолютно все звуки. Я не могу сказать, что он отличный. Но в целом я использовал его в лютый мороз, в лютый ветер, в ветрозащите. И при этом по телефону у меня было достаточно слышно. Вот так он звучит. Раз-два. Раз-два-три. В принципе, не сказать, что самый крутой микрофон, но для улицы более-менее сгодится. Важный момент по поводу Cloud Mix. У них выдвижное оголовье, но запас у него по ощущениям не такой большой, как у Альфа. Поэтому для больших голов не факт, что это будет достаточно удобно. Однако они все же больше, на мой взгляд, чем Cloud Silver. Поэтому будут удобнее, чем они. Теперь самое главное, что нас интересует в этих наушниках, это то, как они звучат. Мы знаем, что у них есть поддержка Hi-Res. Мы знаем, что у них динамик меньше, чем у Cloud Alpha. Но он все такой же двухкамерный. Как это влияет на звучание? По ощущениям, здесь все такие же чистые, высокие и средние частоты. Они хорошо определяются. Они не смешиваются с басом. Бас достаточно упругий, четкий и не превращается в какую-то кашу. Нет эффекта бочки. Почему это важно? Это важно потому, что благодаря такому, скажем, и плюсу, и минусу, эти наушники дают больше информативности, больше позиционирования в играх. Даже несмотря на то, что здесь нет объемного звучания, ты лучше чувствуешь, кто где бежит. Ты лучше слышишь шаги. В том же Counter-Strike или PUBG ты лучше понимаешь, где находится враг. Почему это может быть минусом? Я очень люблю слушать музыку, где мне нравятся наваливающие, мощные басы. Здесь их по ощущениям меньше. Однако, сразу скажу то, что при подключении хорошей звуковой карты, эти наушники раскрываются вообще абсолютно по-другому. Бас становится мощнее. Позиционирование становится просто бомбовым. Более того, на мой взгляд, Cloud Mix звучат даже лучше, чем Alpha. Может быть, это зависит от конструкции чаши. Она более глубокая, и шумоизоляция в ней, на мой взгляд, немного получше. Может быть, сам динамик 40-мм звучит как-то по-другому, но по ощущениям бас ощущается более напористым, более мощным, более наваливающим. Он звучит реально лучше. Средние верха звучат плюс-минус так же, поэтому про них говорить не буду. В целом, эти наушники по звучанию для меня из HyperX являются на данный момент самыми лучшими. Также для многих может являться минусом цена этой гарнитуры. В России на нее пока ценника нет, но за рубежом за такую модель вы заплатите 200 долларов. Да, это много. Но, с другой стороны, это те же самые любимые Cloud'a. Это тот же самый пуленепробиваемый форм-фактор, металлическое крепление, элементы управления. И в данном случае они стали беспроводными. Это суперудобно. Вы слушаете их на улице, вы слушаете их дома, вы приходите на работу, подключаете их через провод, подключаете их к геймпаду. Это абсолютно готовая к любым приключениям гарнитура из коробки. Поэтому, на мой взгляд, свою цену хоть частично, но они все-таки оправдывают. И поэтому, если вы хотите вот такой вот удобный вариант любимых Cloud'a, то это незаменимая вещь. Ну, и вот снова я пришел такой плохой-нехороший разобрать эти классные наушники, показать, что внутри, где там стоит батарея, какого она размера. По динамик вам уже расскажет, естественно, Влад. Ну, а я приступаю к разбору. Итак, перчатки на мне. Можем приступать. Беру свою любимую отвертку, снимаем амбушюр. Видим здесь пять винтов. Снять их, естественно, не составляет никакого труда. Фиксатора резьбы на них нет. Чашка не разворачивается на 90 или 180 градусов. И вторая чашка при разговоре мне, конечно, немножко мешает. Я думаю, эти наушники не рассчитаны для того, чтобы их разбирал обычный пользователь. К минусу наушников это отнести нельзя. Мы сняли все пять винтов, открываем чашку. Вот, я уже вижу батарею. Сейчас мы аккуратно отсоединим чашку от ободка. Я надеюсь, я правильно называю все термины. Так, вот, у меня получилось отделить, собственно, вот что мы видим внутри. Провод безопасности. Я чуть-чуть здесь его освобожу. Собственно, аккумулятор. 600 мАч. Теперь откроем камеру динамика, чтобы показать вам сам динамик. Три винта, снимаем их. Они такие же, как на чашке на самой. Поэтому мы можем их смешать. Естественно, вся эта камера загерметизирована. И мне пришлось приложить небольшие усилия, чтобы раскрыть ее. Вот, хорошо, что производитель оставил здесь запас по проводу. Его длины достаточно, чтобы показать вам сам динамик. Сейчас я извлеку динамик, чтобы Влад вам мог рассказать про него подробнее и показать все. Аккуратно, ну, варварски поддеваю динамик. И он у меня без каких-либо проблем выходит. Как вы видите, все сидит на герметике. Ну, и поскольку я все разобрал, показал вам, где находится батарея, какого она размера и какого объема. Теперь зовем на помощь Влада, и он расскажет вам все, что знает про этот динамик. А, ребят, этот вандал оставил нам разобранный динамик Cloud Mix. Собственно, что из себя вообще представляет динамик? Динамик — это конструкция, внутри которой магнит создает колебания. Колебания мембраны. И, собственно, она издает звук. Если обычно этот звук просто уходит наверх, то есть все частоты и вверх, и средние, и басы, и смешиваются, то в данном случае мы имеем немного уникальную конструкцию. Это тот самый двухкамерный динамик. Вот, посмотрите, как он выглядит. То есть здесь у нас одна часть динамика, здесь у нас дополнительное отверстие для частот, и вот здесь. Таким образом получается, что динамик имеет несколько камер, и каждая камера служит таким приемником именно для своих частот. Они расходятся, выходят каждая по отдельности и не смешиваются. То есть мы можем получить таким образом достаточно упругий, мощный бас, но при этом он не будет заглушать средние и верха. Вот так, собственно, устроен этот динамик. Ну и вот, с вами снова я, и я пришел не чтобы что-то разобрать, а чтобы что-то разыграть. И теперь пришло время подарить вам Cloud Silver. Условия, как всегда, максимально просты. Подписывайтесь на наш канал, ставите лайк этому видео, я проверю. И оставляйте любой комментарий. Через неделю на нашем канале я запускаю стрим, и на стриме через Лизу Нейр выбираю победителя. Как я узнаю, что вы подписаны на наш канал, зайду на ваш аккаунт и проверю подписки. Там должен быть наш канал, соответственно, аккаунт ваш должен быть открыт. Ну и, собственно, все. Подписываемся на канал, отставляем комментарий, ставим лайк и наушники ваши. А теперь мы будем прощаться. С вами была команда HyperPC. Всем пока!